Продолжение следует... Сегодня мы расскажем о смертельном наезде на пешеходов в Казани. Очевидцы говорят, что он гулял здесь по трассе, туда-сюда бегал, пьяный. И гибели двух человек в аварии в Изнакаевском районе. Покажем, как столкнулись две иномарки на проспекте Заречья в Салават-Купере. Получается, мы ехали, катились на нейтралке. Тут незаметно вылетает Ford Focus. Пострадала пассажирка одной из машин. У нее, получается, скрытый перерем Роберт и, по-моему, ключица еще. А также пять человек утонули в Татарстане в минувшие выходные и раскрытие нарколаборатории после задержания курьера. Это и не только прямо сейчас. 39-летний мужчина скончался на месте. В результате наезда на него Фиата на улице Залесная в Казани. Водитель признался, пешехода он не видел вообще. Начал тормозить только после сильного удара в правую сторону автомобиля. И, выйдя из салона, увидел лежащего на дороге человека в крови. Медицинская помощь ему уже не требовалась. Он погиб в результате полученных при столкновении травм. Откуда пешеход появился на проезжей части водителю, позже рассказали очевидцы. Он ехал к клиенту, ввез последний в этот день заказ. Мужчина работает курьером. Рассказывает произошедшее никак не результат усталости и невнимательности. Ехал по улице Залесной, аккуратно в правом ряду. Правил не нарушал. Скорость 50. У меня каблук, он не разгоняется, он не едет даже. Человека на дороге не видел. Внезапно сильный удар, что произошло, понял только выйдя из машины, увидев на дороге тело человека. Пешеход скончался на месте. Судя по удару левой части автомобиля, то он оттуда выскочил. То есть освещения сзади идущих машин не было. То есть если бы кто-то видел, притормаживал там. Я бы принял это внимание. А так, куда он вылетел, неизвестно. Переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм пешеход на месте происшествия скончался. Это окончательная степень виновности будет установлена в ходе следственных мероприятий. До ближайшего пешеходного перехода 250 метров. Потоки разделяет металлический отбойник. Говорит, даже предположить не мог, что тут кто-то будет перебегать в проезжую часть. К тому же попутных автомобилей не было. И видел только дорогу перед машиной. Левые полосы были в темноте. Потока не было вообще. То есть вы один? Я один доехал. То есть я отстоял вот эту пробку, развернулся. И не взяли идущих машин. То есть освещения дополнительного не было. Здесь можете посмотреть фонари, как они освещают. Очевидцы говорят, что он гулял здесь по трассе, туда-сюда бегал, пьяный. Вот в итоге вот что случилось. Погибший мужчина живет недалеко от места наезда. Очевидцы предположили, что он мог пойти в магазин на другой стороне дороги, но идти до пешеходного перехода не захотел. По факту трагедии, вероятно, будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи и будут устанавливать степень вины водителей на марке. Нафиса Минязова, Игорь Романов, Вызов 112. Два человека, водитель и пассажир Киерео погибли в Изнакаевском районе после столкновения с грузовиком. По предварительным данным, женщина-водитель легковушки не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовым дав. Киерео после удара отбросила в один кювет, больше груз в другой. Два человека, находившиеся в Киере, от полученных травм скончались на месте. Полуторагодовалый ребенок и 24-летняя женщина пострадали в аварии в Чистопольском районе. По данным госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля «Опель» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина превратилась в груду искореженного металла. Все были пристегнуты, ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Именно поэтому, считают автоинспекторы, люди остались живы. 9-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля в Заинске. Водитель «Жигулей» на проспекте Победы сбил ребенка-велосипедиста. Девочка, по всем правилам, спешившись с велосипеда, переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали медики. По факту наезда проводится проверка. Она находится под контролем прокуратуры. По факту случившегося организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства инцидента выясняются. А в Нижнекамске под колесами иномарки пострадала 16-летняя девушка. Как установили автоинспекторы, 29-летний водитель «Дженезиса» не уступил дорогу велосипедисту, которая не спешившись проезжала по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. 52-летняя женщина пострадала в результате столкновения «Хенда» и «Форда» на пересечении двух проспектов. За речи и шокировав слова Ткупере, ее с подозрением на многочисленные переломы госпитализировали. Машины сошлись практически в лобовую. Поэтому, несмотря на небольшую скорость обоих иномарок, удар был довольно сильным. У нее, получается, скрыто перерем роберт. И, по-моему, включится еще. Пострадавшая женщина, мама еще одной пассажирки «Хенде Гец». Водитель говорит, сильно переживает за ее здоровье, но избежать аварии не мог. Встречную машину увидел в тот момент, когда она уже выехала на его полосу, практически прямо перед капотом. Получается, мы ехали, катились на нейтралке. Тут незаметно вылетает под фокус. Вот. И все. Получается, получилось, что пламение. 37-летний водитель «Хенде» рассказал, что ехал по проспекту Заречи, не гнал. Скорость была небольшой. Встречный «Форд» видел, но не ожидал, что автомобиль будет поворачивать налево. На проспект Шакирова, не пропустив его. Мы ехали прямо, да, она поворачивала. Она должна была уступить. А она просто незаметно вылетела. Она хотя бы чуть-чуть нос высунула бы. Я бы ее увидел бы, я бы хоть объехал бы. Я даже объехал, просто тормозом и все. За рулем «Форда» находилась 25-летняя девушка. Она не пострадала. Ребенка от травмы уберегло детское удерживающее устройство. Вину свою она в разговоре с водителем «Хенде» признала. Но он опасается, как бы девушка не поменяла свое мнение на разборе. И дело не дошло до суда. Слишком много времени займут тяжбы. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов. Вызов 112. Пять человек утонули в Татарстане в минувшие выходные. В Лаишевском районе, вблизи села Отабаево, из реки Кама, извлекли тело 39-летнего мужчины. Он купался в неположенном месте. А в Лениногорске, в озере Нижний, утонул 52-летний мужчина, прямо на глазах несовершеннолетнего сына, который сам едва остался жив. Предварительно они вместе заплыли за буйки, начали тонуть. Спасатели подплыли на лодке и успели помочь только ребенку. На Волге, вблизи села Матюшина, Верхнеуслонского района, из воды не вышел мужчина. Он был в одежде. Сейчас устанавливаются все обстоятельства его гибели и личность мужчины. Еще двое утонувших в Бугульминском и Огрызском районах, одному 50 лет, другому 33, все погибшие купались в необорудованных для этого местах. С начала купальной сезона на водных объектах республики погибли 47 человек, в том числе, к сожалению, трое детей. Основная причина данных происшествий – это купание необорудованных местах и несоблюдение требований безопасности. Подпольную нарколабораторию в Московской области обнаружили татарстанские полицейские. На производство они вышли после задержания на посту полиции при въезде в Казань мужчины, в машине которого обнаружили несколько килограммов синтетического наркотика PVP. Несмотря на продуманную конспирацию и полную анонимность, они смогли проследить, где был изготовлен порошок и задержали производителей. Один из них раньше уже был судим. Автоинспекторы остановили машину для рядовой проверки документов и заметили, что водитель стал нервничать. С правами все было в порядке, поэтому причину волнения мужчины решили поискать в салоне его машины, тщательно его досмотрев. И под задним пассажирским сиденьем они обнаружили шесть пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был синтетический наркотик альфа-PVP массой более пяти килограммов. Это очень большая партия. Задержанный тогда признался, что искал работу в интернете, когда наткнулся на предложение заработать. О том, что дело незаконное, догадывался. Но нужны были деньги. И большого риска не видел. Поэтому согласился. За день до задержания забрал наркотики в лесополосе на территории Московской области. Где точно искать, ему сказали работодатели. Они же сообщили, что отвезти порошок надо в Башкортостан. Там же расфасовать на мелкие партии и также спрятать в тайниках. Все бы получилось, если бы не бдительность от арстанских автоинспекторов. После задержания курьера полицейские вышли на след тех, кто производил запрещенные вещества. Задержали их в Московской области. По подозрению в преступлениях задержаны двое жителей Московской области, один из которых ранее судим. В гаражном боксе у задержанных нашли и зелья 127 килограммов синтетического наркотика, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование и не только. Один из задержанных рассказал, работу нашел в интернете. Его обязанности входило изготовление зелья и его передачей бесконтактным способом коллегам. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанных заключили под стражу. Если их вина будет доказана, им может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Харудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.